Музей второй школы признан победителем международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива». Заслуга в этом руководителя школьного музея Натальи Троценко, которая стала автором проекта. Образовательное учреждение несколькими годами ранее, в 2016-м, уже становилось обладателем гранта этого конкурса. На выигранные средства музею тогда удалось начать реконструкцию технического и выставочного оборудования. После выигрыша первого гранта ровно половина музея у нас обновилась и стала более современным. Вторая половина нуждается, конечно, тоже в реконструкции. И кроме того, мы получим выставочное оборудование, которое позволит современно, красиво оформлять выставки, которые у нас проходят ежегодно. Это и рождественское чудо, это и пасхальная радость, и приближающийся юбилей 75-летия Победы тоже будет у нас отмечен большим творческим конкурсом. Реализация грантового проекта «Православные выставки в современной школе» позволит красиво и современно представлять творческие работы учащихся и родителей, принимать участие в ежегодных мероприятиях. Для того, чтобы наполнить содержимое выставок, экспозиции, нужно, конечно же, проводить большую исследовательскую работу. Нынешний год в нашей стране особый. Отмечается 75-летие Великой Победы. Актив школьного музея успешно занимается исследовательской деятельностью, поиском краеведческого материала, связанного с Великой Отечественной войной. Учащиеся уделяют пристальное внимание. Так, десятиклассница Светлана Чедегезова изучает памятники Великой Отечественной войны, находящиеся не только в Колпашеве, но и в нашей стране. Многие скульпторы передают совершенно по-разному свои эмоции, свои чувства. В некоторых случаях восхищение подвигов, а в некоторых свою грусть, сожаление. При анкетировании большинство, в частности, моего класса, были мало ознакомлены с памятниками не только Колпашев, но и России, то есть известными. И в ходе этого анкетирования хотелось бы, чтобы младшее поколение, подрастающее и современное, было более приучено, более с уважением относилось к таким памятникам. Ну и, конечно, поскольку мы живем в городе Колпашево, следовало бы чтить наши колпашевские памятники. Еще одна старшеклассница второй школы, Диана Купревич, углубилась в изучение темы «Нарынский красный обоз». Исследовательские работы школьники представят на престижных российских и международных конкурсах. Можно быть уверенными, что у юных краеведов все удачно сложится, тем более, что опыт участия в серьезных состязаниях у ребят немалый.